Лекция номер 5. Сегодня мы с вами обсуждаем сортировки. Давайте начнем с вопроса о том, что такое сортировка. Значит, давайте там большой заголовок напишу, да, сортировки. Когда мы в быту говорим, надо отсортировать, ну, например, посуду или белье, что это означает? Сортировка, грязная в одну сторону, чистая в шкаф, да, то есть мы делаем некий отбор, или мы сортируем, не знаю, на конвейере яйца сортируются, категория С0, С1, С2 по там размеру. Крупные, средние, мелкие, но есть некие критерии, да, больше-меньше, то есть подразумевается некоторое разбрасывание по нескольким корзинам, скажем так, да, нескольким потокам. Это напоминает фильтрацию, как если бы у меня шли числа, да, о, прошу прощения, вначале надо начинать с какого-то цикла, я буду считать сейчас, что входной поток находится в А. Ну, мне сейчас не важно, что это за итерируем объект, файл или массив, не важно. Ну, некий входной поток, я из него дергаю очередные, да, и я, соответственно, при фильтрации я делаю что? Если Х соответствует какому-то критерию, я назову его F1 от Х. Это логическая функция, она либо правда, либо ложь, да. Если Х соответствует этому критерию принадлежности первой корзине, то отправить его в корзину номер 1, ну, я ее условно B1 назову, да, я ипендом его туда, ипенд, считая, что B1 это как бы некий список. Ну, еще раз, могут быть другие варианты потоков, я сейчас не буду обсуждать, там, вариант, даже не буду произносить. Значит, иначе, если критерии принадлежности некоторому второму, кому я, это категория S1, мы их отправляем, соответственно, во вторую кучку. Да, то есть вот такая логика, да, правда? Ну, некая фильтрация, только эта фильтрация с более сложным разбросом, и в любом случае Х куда-то должен отправиться. То есть, если он не прошел, например, по этим двум критериям, ну, условно, например, да, выбраковывается. Если не прошло ни по S0, ни по S1 категории, да, ни по S2, то его в бой, да, его нельзя отправлять, он там неправильной формы, малолюбитая, что-то с ним не так, да. Или слишком крупная, слишком мелкая, или вообще не яйцо. Короче, да, в этом случае, условно, мы его там в какую-то отдельную кучу тоже, может быть, отправляем. Понятна логика? Я надеюсь, понятно. Вот это обычно подразумевается под сортировкой. То, что мы в алгоритмах и структурах данных в информатике называем сортировкой, это не совсем вот это. То есть, вот то, что я вот тут показываю, это напоминает так называемую корзинную сортировку или блочную сортировку. Именно вот это некое разбрасывание туда-туда-туда, вот по некоторому критерию. Понятна логика? Это не надо сказать, что, ой, это не сортировка. Это сортировка. Но мы обычно говорим про другое. Обычно говорим про другое. Мы говорим про упорядочение. То есть, про то, что у нас элементы должны встать в некотором конкретном порядке. Перед тем, как продолжить дальше, надо осознать, а что я собираюсь упорядочивать. Во-первых, у меня должна быть некая структура данных, которая подразумевает наличие порядка. Список таковой структурой данных является. И я могу сказать, вот этот список упорядочен. Вот этот список он упорядочен. По возрастанию. Давайте пока не будем даже никаких алгоритмов. А вот этот список упорядочен по возрастанию. Дурацкое слово по неубыванию, простите меня. Очень непонятно. В нем звучит, и оно мешает людям думать. Я бы назвал это нестрогим возрастанием. Да, говорят неубывание, ну чисто вот. Потому что формально можно дойти до вот такой ситуации. Вот такой вот. Ну вот все одинаковые. И формально это тоже неубывание. Ну то есть нестрогое возрастание. Но на самом деле все подразумевают ascending order, упорядочен по возрастанию. Имеется в виду нестрогое, что равенство допускается. А скажите, пожалуйста, а нормальная ли будет история, если вот я беру массив. Здесь было 7, 2, 1, 3, 6. А после сортировки, то есть представьте себе, я этот массив как бы засовываю в черный ящик, а из него выплевывается, кстати, из него выплевывается новый массив или старый изменяется. А вот нет, не обязательно. Есть два варианта сортировок. Первая сортировка так называемая in place. Вот если это in place, так называемая, да, то тогда мы должны обладать ссылкой на этот, собственно, массив. Мы его должны передать по адресу, грубо говоря, ну в питоне по ссылке. И должно происходить действие ровно над этим самым объектом. Понимаете? А есть вариант not in place. Соответственно, если not in place, то старый массив остается в исходном состоянии, а сортировка должна нам выдать новый массив, новый объект, новый идентификатор, старый мы не трогаем. Это важно понимать почему. Потому что если у нас есть альтернативное имя вот этого вот массива, например, под буквой B, C, неважно, то либо объект сам изменится, да, либо нет. Сортировка in place должна менять объект. У нас, когда мы пользуемся стандартной сортировкой, а ей-то как раз вы пользовались, то вы пользовались как? A.sort – это сортировка in place. Она меняет сам массив. А вот sorted A не сортирует массив A, создает новый массив с сортированными значениями. И я должен что-то с ним сделать, там, как-то использовать, сохранить его под новым именем, да. Понятна логика? Понятна логика. Поэтому мы это дело обсудили. А теперь скажите, пожалуйста, а нормальная ли будет ситуация, что новый отсортированный массив, либо значения в этом массиве, сейчас это мне не так важно, да. Ну, я напишу A-штрих, как бы штрихованное состояние. Будут такими. Один, два, три, четыре, пять. Он отсортированный. Все норм? Нет. Я вместо, я говорю, что называется, расставьте, дорогой дизайнер, расставьте мою мебель в квартире так, чтобы мне было удобно. А он вместо этого взял, выкинул всю мою мебель и расставил типовую. Это не нормальная ситуация. То есть мы подразумеваем не заполнение новыми значениями, а некоторую перестановку старых. Причем каждый предмет мебели должен занять какую-то свою позицию. Послушайте, то, что я сейчас напишу, да, это результат. А вот это, вот это, вот это, то, что тут я стрелочками нарисовал, имеет ли это нечто свое название? Ведь, по сути, ответ на вопрос, найди мне, пожалуйста, упорядочение, это вопрос о поиске вот этого самого, этого как называется? Этого, товарища, называется перестановка. А скажите, пожалуйста, а вот давайте я назову ее буковкой П. А существует ли такая штука, как множество перестановок? Да. А, а случайно вы не изучаете на Линале или где-нибудь еще теорию групп? Нет? А слышали такую фразу? Теория групп. Слышали? Теория групп это, собственно, теория построения таких алгебр. Алгебр. В которых выполняются некоторые прекрасные свойства, наличие единицы и так далее. Ну, вообще, теория алгебр, она еще более общая, но менее полезная, хотя не знаю. Теория групп это очень классная штука. Я, к сожалению, не знаю ее глубоко, знаю немножко. Но она, часто ее излагают, чаще всего, через, собственно, перестановки. То есть, начинают разбираться, а давайте считать перестановку как бы новым числом. Ну, то есть, некое множество. И на перестановке можно сочетать друг с другом. То есть, я могу сделать одну перестановку, на нее наложить другую перестановку. У меня возникает П1 как бы умножить на П2. Ну, то есть, последовательное выполнение двух перестановок. Очевидно, это тоже некая перестановка. Это очень интересная штука. А когда мы играем в пятнашки, мы играем в перестановки. То есть, у нас есть некоторые допустимые перестановки. И дальше возникает вопрос, какие, собственно, там, состояния достижимы или нет. Какое расстояние вот в этих перестановках, если я только этими пользуюсь, да, некая их комбинация. Что получается? Не замкнут ли я в каких-то конкретных, скажем так, перестановках. Короче, это очень интересная тема. Я сейчас не буду туда уходить. Но мы можем из комбинаторики, закрыв сейчас вопрос про теорию групп, сказать. А вот, допустим, все элементы разные. Вот, допустим, сейчас все элементы разные. И у меня есть N штук элементов. А сколько у меня существует перестановок N элементов? В первую позицию я ставлю один из N. У меня N вариантов выбора элементов. Ну, один я уже потратил. Сюда N минус 1 вариант. Что? Ну, потому что у нас могут быть повторяющиеся. Давайте считаем. Это оценка сверху, я сразу скажу сейчас, да. Оценка сверху. Повторяющиеся могут быть, но, допустим, мы сейчас считаем, что нет повторяющихся. И я оцениваю количество перестановок. Дело в том, что когда я оцениваю количество перестановок, то равные элементы меня сейчас абсолютно, как сказать, отдельно волнуют. Короче, и возникает, что у меня тра-та-там умножить на N. Когда я дойду до предпоследнего, у меня останется всего лишь два варианта, собственно, номера, которые я вставляю сюда. И здесь один. Это число всем известное, называется N факториал. Знаете N факториал, естественно, да? Чем характерен факториал? Он очень быстро растет. Соответственно, если я буду строить функцию N факториал, то это будет не какая-то там парабола, или там функция третьего, N в кубе. Это будет такая хрень, которая в космос улетает просто. То есть она так быстро улетает в космос, что мне трудно просто даже нарисовать нормально. То есть следующие значения, они настолько больше, в N раз больше, каждый раз. Каждый N, оно в N раз больше. Круче, чем N факториал, разве что N в степени N. Но N факториал прекрасен. Просто для нуля он единичка, для единички он единичка, для двоечки он уже двоечка, 1, 1, 2, для троечки это уже, ну давайте помедленнее, для троечки это уже шестерочка, для четверочки это уже, сколько? 6, 4, 24, ну примерно правильно надеюсь, да? Для пятерочки это уже 120. В космос, просто в космос. 10 факториал это уже там, я сейчас не выпишу, но это уже несколько там, то ли десятков, то ли сотен тысяч. Большое число. Отсюда происходит первый вариант, первая мысль, я вам рассказывал, а еще все это не рассказывал, все-все на ново, да? Все абсолютно на ново, да. Значит, так вот, товарищи, существует такая сортировка, которую я сейчас вам напишу, ну есть разные варианты это написать. Если я буду генерировать всевозможные перестановки, а в питоне есть такой специальный модуль, называется iter tools, в нем есть permutations. Permutations, соответственно, это генератор всех возможных перестановок. Они не сохраняют память, он генерирует их динамически по ходу, и, соответственно, я мог бы каждую перестановку применять к массиву, тем самым получать какое-то новое состояние массива и проверять, отсортирован он или нет. Сейчас закрываем глаза на вопрос, как проверить отсортированность, мы сейчас научимся этому. Но вопрос в том, что я могу это делать, систематически проверять, проверять все возможные перестановки. Дело в том, что все перестановки, они могут быть упорядочены. Я сейчас, по сути, знаете, даже, наверное, так, надо от 0, 1, 2, 3, 4, потому что это сейчас должны быть индексы, это перестановка, это перестановка. Давайте я даже не квадратный, а с куглой скобки напишу. В массиве 5 элементов, в списке 5 элементов у меня, да, я вот хочу вот такую перестановку. Это называется тождественная перестановка. Она же, в теории групп, получается перестановка 1. Потому что тождественная перестановка, она, домножаясь на любую другую, она ее не меняет. Но формально она есть. Вот. Значит, что я хочу сказать. Их можно упорядочить 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 3, давайте я только запятые не буду писать, да, 0, 1 с двойкой, вот здесь я уже здесь поигрался, все варианты перебраны, поэтому я ставлю сюда следующую тройку, чтобы был лексикографический порядок, то бишь словарный, как бы, да, по возрастанию, вот. Значит, 0, 1, 3, дальше я ставлю 2, 4, 0, 1, 3, 4, 2, тройка здесь побывала, теперь четверку сюда нужно поставить. 0, 1, 4, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 2, Короче, если я аккуратно продолжу лексикографически их перебирать, я доберусь до 4, 3, 2, 1, 0. Как раз их будет тут 120 строк. 120, возможно, перестановок. Вот. Понятно, да? Значит, но вопрос. Получается, что я, если у меня будет алгоритм проверки упорядоченности, да, что список проверков упорядочен или нет, а это проще задачи, чем, собственно, поиск упорядочения, в смысле, поиск перестановки, да, то я могу сказать, ребята, смотрите, у меня множество перестановок, это множество ответов. мне нужен ответ. У меня есть быстрый способ, быстрый способ проверить, является ли перестановка ответа. Применить ее к массиву, а это делается за один проход, ну, допустим, окей, я в новый массив сейчас, да, чтобы сейчас не задумываться, я в новый массив копирую значение из этих ячеек. я пробегаюсь по этой перестановке и беру из соответствующей ячейки значения, кладу его в а-штрих. Понятно? Это не будет так, это линейное время. Раз, скопировал их в нужном порядке. Что? Если известна перестановка, если мне известен ответ, то есть перестановка как ответ применима к массиву и дает нам некий результат. Но я систематически должен применить все эти перестановки. Все-таки просто пробежаться до тех пор, пока я не найду ту самую заветную перестановку, которая дает мне упорядочение. Если у меня элементы все разные, то это действительно, как сказать, полный поиск. Если там есть повторяющиеся, то у меня будет несколько разных перестановок, которые дают ответ. Ну, в смысле, которые дают упорядоченный массив. То есть тут некоторое, скажем так, может не одна, а некое подмножество их возникать. От количества повторяющихся это зависит, но это уже не принципиально. Это не так принципиально. Важно то, что вот этот поиск в этом множестве, а множество имеет комбинаторную структуру. Его мощность n факториал. Получается, что для того, чтобы добраться до ответа, количество операций, да, умножить еще на n действий по проверке самоприменения перестановки, то есть на каждую перестановку еще n действий, чтобы ее применить, но это уже мелочи. Это n умножить на, ну, потенциально, в наихудшем случае, я найду свою перестановку последней. Оценка скорости алгоритма всегда производится, по наихудшему случаю. Мое слово всегда так категорично прозвучало, нет, не всегда. Есть некоторые ситуации, когда оценивают по среднестатистическому, но это очень сложно делается. Вот эту ситуацию отбросим до сортировки Tony Hoare, потому что у нас сейчас будет всегда по-наихудшему, да, то есть он будет, не будет отличаться от среднестатистического, а симпатически. Короче, я оцениваю, говорю, наихудший случай, я ее нахожу последний, то есть мне нужно каждую применять, каждую очередную, каждую очередную, каждую очередную. Я n факториал раз делаю по n операциям. Но на самом деле это уже не так принципиально. n факториал, он и так достаточно велик, что он уже задомножить на n, это мелочи, мелочи. n факториал, ну по сути, как бы сказать, давайте n факториал, n плюс 1 факториал, это уже порядка не меняет принципиально. То есть у меня количество операций, необходимых для сортировки массива, улетает в бесконечность. При реализации на питоне, я не буду это сейчас показывать на компьютере, потому что это слишком легко пишется на питоне. Только я сделаю некую поправку. Для проверки от сортированности я моргну глазом и буду использовать стандартную функцию sorted, которая на самом деле будет сортировать, но я мог бы переписать так, чтобы она проверяла, is ascending, как-то функцию такую написать. И еще, я сделаю поиск не систематически через permutations, а я сделаю shuffle, случайный поиск. Я буду прыгать в случайное новое состояние. Есть специальный в библиотеке random, есть специальный метод shuffle, не метод, а функция. Если ей дать список, она возьмет его как колоду карт и переставит в какое-то случайное положение. Тасует она неплохо, колода некрапленная. Значит, поэтому мне понадобится, собственно, ну давайте, импорт random, модуль random мне понадобится. Значит, сортировка называется, вот в этом варианте она называется сортировка обезьяны. Еще она называется бога сорт. Почему сортировка обезьяны? Обезьяны, вот ей сказали, вот что называется, вот у тебя кубики, надо их как-то расставить, если будет упорядочено, получишь банан. Она не понимает чисел. Она взяла, переставила, принесла хозяину. Подходит? Нет. Она еще раз что-то, подходит? Нет. Подходит? Нет. Подходит? Нет. Пытаюсь угадать. Вот я примерно это и буду делать. Значит, ну допустим, откуда-то взялся этот массивчик А. Я сейчас условно сделаю, давайте, int x for x in input split. Ну, условно прилетел он у меня из строки, я ее сплетанул и через генератор запихнул список. Все. Там числа. Допустим, целые. А что я собираюсь делать? Пока массив не окажется отсортированным, пока А не окажется равен своей отсортированной версии, мне плевать, что он, во-первых, сортирует, да еще и на каждой итерации, я не буду сейчас ничего оптимизировать. Потому что это, поверьте, это не скажется на асимптотике. Это не скажется, на чем не скажется. Вот. И я буду что делать? Я говорю, перетасовать. Шафл. А. Все. Все. Я написал вам алгоритм сортировки. Универсальный алгоритм сортировки. Что не так? А не так именно асимптотика. Если для сортировки двух, трех, пяти чисел еще можно, это быстро раз выдает вам отсортированный массив. Да? Здесь все, можно печатать его, там дать, не знаю, там, принт, звездочка, ну, или там, просто а, чтобы его там вывести. Вот. Но, но, если там, десять чисел написать, то мы уже ляжем. Но нет, десять еще дождемся. А вот двадцать никакой крутой компьютер не отсортирует уже. Двадцать факториалов. Не, ну, вопрос в сроках, если ему дать годик, там, ну, не знаю, может быть, какой-то компьютер за месяц отсортирует. Я точно сейчас не могу сказать, нужно посчитать, что там за двадцать факториалов, что за число вылезает. Но если взять еще немножко, 30 чисел отсортировать, все, смерть. Да, понимаете, а отсортировать 100 чисел никогда. Поэтому вопрос вот в чем, что мы на самом-то деле, понимая, понимая, что мы ищем некоторую перестановку, понимая, что мы хотим по итогу упорядочить, да, хотим найти какой-то более интеллектуальный и продвинутый способ это сделать. сейчас я вначале перед тем, как двинуться дальше, я вот раз поговорил, что мы ищем, что суть есть такой сортировка, должен сказать опять же о принципиальной применимости вообще любых методов упорядочивания, то бишь сортировки к некоторым объектам. Итак, первое, что нельзя отсортировать, нельзя упорядочить. Вот такой вот объект упорядочить нельзя. Почему? Неизменяемый. Причина номер один. Объект является неизменяемый. То есть я сейчас говорю про in place, то есть его невозможно упорядочить. Константный объект неизменяемый. То есть tuple невозможно, у него нет метода sort у tuple, и потому, что там кто-то зажал. Неизменяемый. Вопрос какой-то? Круглые скобки, это tuple. Второй вариант. Почему еще нельзя? Есть такие структуры данных, в которых либо нет порядка вообще, он его не может быть, либо он очень специфический, то есть зависит от внутреннего устройства. Это либо двоичные деревья поиска, о которых речь будет в следующем семестре, либо хэш-таблицы. Сет, как и дикт, ну сет, в частности, он представляет из себя по сути хэш-таблицу, сейчас не надо вникать, как оно устроено внутри, но для нас вот этот порядок перебора элементов множества, я же говорил вам, добавил элементы, он мог весь измениться. Там могло произойти так называемое перехэширование, все переупорядочилось, переуложилось, чтобы была возможность быстрого поиска. И мы размениваем возможность быстрого поиска на вот этот странный неупорядоченный порядок. Соответственно, множество один, пять, два, три упорядочить невозможно. Невозможно. Потому что оно, как сказать, там порядок-то на самом деле есть, но он строго задан хранимыми элементами. То есть у элементов как бы нет индекса, нет хранимого порядка. Давайте я так и напишу. Нет порядка в структуре данных. Просто напишу нет порядка в самой структуре. То есть сами числа можно упорядочить. Сами числа имеют отношение порядка. А теперь давайте возьмем что-нибудь, что вам привычно. Список. Список. Там элементы вот как, в каком порядке положил, в том и лежат. Список изменяемый. Пожалуйста, сортируй, не хочу. А вот смотрите, я возьму и положу сюда в кавычках abc запятая 5 и давайте еще сюда всунем какое-нибудь комплексное число. Минус 2g ну это комплексная единица. Минус 2i ну она пишется g здесь, так? Ну ха можно сравнивать друг с другом число и строку. Нет. Давайте вспомним что такое отношение порядка. Я рад что у вас на математике тоже рассказали, но тем не менее. Отношение порядка. Дело в том, что мне важно не только что там за структура данных, сколько там штук чисел, а мне важно понимать какому множеству принадлежат собственно элементы, которые хранятся в этом списке. Ну или могут храниться в этом списке, потому что когда я создаю алгоритм, то должен закладываться, что я даю список, в котором элементы принадлежат некоторому множеству. Если это был бы типизированный язык, как C++ какой-нибудь, то я бы закладывался на множество int целых чисел 32-битных знаковых. У них конкретный диапазон ограничен. В питоне списки могут содержать разные типы. Это динамический массив ссылок на объекты произвольных типов. В результате возникает вот эта ситуация. Несравнимые типы. Но этого мало. Я еще сейчас то есть может быть в принципе оператор меньше, больше, равно, равно неприменим. Невозможно. Но дело в том, что и этого мало. Я сейчас сюда еще напишу ситуацию, где будут однотипные объекты, между которыми есть операторы больше, меньше, но сортировка не сработает. А потом совсем сломаю вам мозг. Итак, давайте вспомним, что такое отношение порядка. Это означает, что между любыми двумя элементами множества, которому принадлежат все элементы сортируемого контейнера, например, списка, между ними обязательно есть, ну давайте лучше, чем x1, x2, я напишу abc маленькими буковками. abc. Так вот, между любыми двумя элементами должно быть определено оператор меньше, оператор больше и оператор сравнения. Ну, я сразу по-питоновски напишу равно-равно. Вот эти три оператора должны быть определены. Это не значит, что все должно быть истинным. Наоборот, истинным должно быть только одно. Я напишу совокупность, да, но если бы я это писал на питоне, я бы сказал вот это условие, xor, вот это условие, xor, вот это условие. То есть исключающий либо, либо, либо. Но если xor бы написал, там было бы хуже, там если все три было бы. Короче, специфика такая. Я мог бы сказать так, что вот это условие как логическое плюс вот это условие как логическое плюс вот это как логическое. Ну, их сумма. А логические значения, как только видят арифметическую операцию, они что делают? Они говорят, я число. Я ноль или единица. True превращается в единичку, false превращается в ноль. Ну, если я его использую в умножении или в сложении. Поэтому я говорю, что сумма вот этих трех условий должна равняться единице. Ну, я еще раз говорю, я не математически это сейчас записываю. Но смысл в том, что вот эти три условия, во-первых, три эти операции должны быть определены, и второе, истинным должно быть всегда только одно. Два числа. Уж либо одно больше другого, либо меньше, либо равны. Ну, как может быть, что? Истина сразу несколько. Но и этого недостаточно. Отношение порядка требует еще и транзитивности. Это означает, что если А больше Б, Б больше С, то из этого следует минуточку, что А обязательно больше С. Что если А, это по неравенству, транзитивность, если А равно С, то из этого следует, что А 100% равно С. Вопрос ваш. Там два ксора не сработает. Не сработает, я уже сказал. Я вначале подумал, нет, если их три, все будет плохо. Нет. А то, мало ли, все будет true. Неправильно. Нет. Надо именно то, как я сказал, что вот мы суммируем и говорим, равно один. Но мне не важно сейчас. Я устно произнес, да? Я давайте скажу так. Вот я, только это не система. Здесь это система в смысле логического И, одновременно истина, да? А сейчас я это просто так под совокупил. Я говорю, что истина только одно. Истина только одно. И транзитивность по неравенству, транзитивность по равенству. Давайте отсортируем. Вот такой вот вам массив. Камень, ножницы и бумага. Отсортировать по возрастанию. Итак, давайте, я только буду писать коротко теперь, да? Б, К, Н. Отсортировали. Ну-ка. Бумага. Что? Она покрывает камень. Камень, движется ножом. Ну, во-первых, у вас получилось по убыванию, а я хотел по возрастанию. А? Лексикографическом? Нет. Я сейчас говорю, я написал строки. Ну, представьте себе, что я создал объект, который следует игре Джанкин-пон, камень, ножницы, бумага. У меня есть три элемента только, да? Это камень, ножницы и бумага. Камень, собственно, больше, чем ножницы, ножницы больше, чем бумага, бумага больше, чем камень. Типичное множество, где нет транзитивности. Определены операторы. Больше, меньше, равно. Истинно всегда только одно. Но отсортировать невозможно. Дело в том, что упорядочение подразумевает и ближний, и дальний порядок. Любую назовите мне. Давайте, давайте я сделал. Бумага, ножницы, камень. БНК, да? Ну как, бумага меньше ножниц, да? Правда. Ножницы меньше, чем камень. Камень, он ломает ножницы, да? Вроде все нормально. Нет. Упорядочение, оно подразумевает и дальний порядок тоже. Каждый. То есть, упорядочение означает, что для любых и и g, таких, что и меньше, чем g, элемент а и ты меньше, либо равен элемента ажитого. Ну, это если по нестрогому возрастанию. Оно же не убывание. Понятно? Вот что я имею в виду. Что из вот этого, и что и меньше g, значит, что а и ты меньше, либо равно ажитого. А у меня нет. А у меня бумага и камень почему-то оказываются в другом соотношении. Ёлки-палки. Я к тому, что на самом деле математика first, понимаете? Мы должны понимать применимость. Что вот это можно, да? Но я им еще покажу. То есть, первое, я вам показал сейчас камень, ножницы, бумага, что невозможно отсортировать принципиально. Неважно, какой будет алгоритм сортировки. Понятно? Так что отношение порядка. Но кроме транзитивности, которую я сейчас воспел, давайте еще покажем, когда сортировка неприменима. Ну, я ее сейчас сотру. Есть такие элементы, у которых нарушается вот это. Такие типы. А именно, я делаю множество. Один, два. Множество. Два, три. Множество. Один. Множество. Ну, давайте еще 4,3. Список множеств. Дело в том, что для множеств определена операция меньше, больше, равно, равно. Меньше означает, по сути, когда одно множество. Я напишу а, но маленькое, но а будет множество. Вот а, сейчас это множество. Когда множество а меньше множества б. Когда оно является его строгим подмножеством. В питоне это так. Да, мы это проходили. Вот лаба была, там же сет уже был у вас. Не был сет? Нет, сет не был. Прошу прощения, у вас это позже. Ничего страшного. Короче, есть такие штуки, как множество. И для них этот смысл этого оператора вот такой. Тождество, значит, они равны друг другу. А что, если два множества вот так, друг с другом? То тогда возникает ситуация, ни одно не является подмножеством другого. Ни то не является, ни над множеством. Не равны друг другу. Все false. Все false. То есть, это невозможно, потому что здесь нарушается, собственно, вот эта штука. Но самая лажа возникает, самая интересная ситуация, что среди дробных, вещественных чисел, те, которые используются не только в питоне, в C++, в любых языках, потому что это международный стандарт. И 754 2008 года на данный момент принятый стандарт дробных чисел, те самые, которые float, python называются, double C++, вот среди них. Там тоже есть эта штука. То есть, дробные числа нельзя сортировать. Напомните мне, я вам это покажу, хорошо? Где-нибудь в конце. А теперь, голопом по Европам, поехали рассказывать вам о разной сортировке. Я все это могу стереть теперь? Все понятно? Значит, мой рассказ сейчас должен быть устным. И расскажу я вам так называемые универсальные сортировки в количестве три штуки. Они называются универсальными, потому что они больше ничего не требуют. Никаких знаний о типах чисел. Никаких предварительных предобработок, ничего. Достаточно наличия отношения порядка, чтобы оно было. Чтобы структура данных, которую я сортирую, была изменяемой. То есть, кортеж сортировать нельзя, список можно, массив можно. На доступ по ИИ к элементам. Вот и все. Да, есть некоторые различия. Среди них есть одна сортировка, которая требует наличия, как это сказать, дальнего порядка. Хотя и там можно обойти это дело через несколько указателей. А сортировка пузырьком, она в каком-то смысле такая требует ближнего сравнения. Мы смотрим только на два соседних элемента. Короче, есть специфика, есть такая структура данных, называется связанный список. Я произнесу так в воздух. Которую удобнее сортировать сортировкой методом пузырька, чем сортировкой выбором. Все, закрыли вопрос, поехали вперед. Итак, сортировки универсальные. И давайте я еще добавлю сюда слово квадратичные. Это спойлер, потому что сразу скажу этот спойлер. Это будет означать, что их скорость в сортировке будет O от N квадрат. Подождите, я забыл. Там же еще нужно рассказать про проверку факта отсортированности. Но это уже совсем коротко, совсем устно. И сортировка, которая будет на этом построена, она называется сортировка дурака. Full sort. Она немножко особняком, потому что она-то как раз, да, full sort. Она-то как раз не квадратичная. А она O от N в кубе. Я ее очень люблю. За что я люблю сортировку дурака? За то, что она является естественным продолжением. Сейчас кода не будет, код будет уже на компьютере. А сюда я с вами очень быстро рассказываю, они как выглядят, чем отличаются сами алгоритмы. Она напоминает проверку факта упорядоченности. Представим себе, что у меня есть некие числа. Два, три, пять, три, четыре. Вот есть такие числа. Соответственно, представим себе, что у меня им соответствуют некие человечки. Разные высоты. Я, пожалуй, числа высоковато написал. Два, три, что я там дальше написал? Пять, четыре, три. Ну, может, надо было что-то изощрение написать? Ну, давай. Значит, соответственно, у меня, представим себе, что стоят пионеры. Один высоты. Сейчас, секундочку. Что-то у меня единицу надо где-то было поставить. Давайте единицу сюда. Два, один, пять, четыре, три. Ну, вот. Мне надо их упорядочить по возрастанию. Но давайте начнем с того проверки, факт проверки. А они вообще упорядочены или нет? Да? Поскольку я верю в существование транзитивности, ну, то есть перед тем, как я вообще в отношении порядка, я должен каким-то образом обосновать, сказать, окей, ребята, в этом типе есть отношение порядка, можно сортировать, все будет окей. Да? То мне достаточно упорядоченности попарной. Понимаете? Это именно оттуда и возникает. Почему достаточно проверить n-1 раз пары? Что здесь порядок, здесь порядок, здесь порядок. Почему локальный порядок означает глобальный порядок? Из-за того, что у нас есть транзитивность. Понятно? Потому что отношение порядка для этих вообще элементов работает. Для чисел оно работает. Так. Для множеств нет. А для дробных потом покажу. Есть там кое-что, что его ломает. Ладно. Так вот, а сортировка дурака не была бы сортировкой дурака, если бы она ничего не делала. Но представим себе вожатого, который идет мимо этих пионеров, или комсомольца. И он как только обнаруживает непорядок, он кричит «непорядок» и делает своп. То есть перестановку друг с другом. Перестановку мы делать умеем. Да? То есть, что он будет... Я хочу с алгоритмом сразу писать, а нельзя. Там все будет. Значит, он берет их и переставляет местами. Говорит, непорядок. Замечательно. Если ему разрешить идти дальше, то может получиться одна интересная штука. Вот он видит, говорит, непорядок, меняет их местами. Ой, подожди, почему непорядок? Вы правы, порядок. Прошу прощения, порядок. Это я затупил. Он говорит, непорядок, меняет их местами и идет дальше. И говорит, о, непорядок, меняет их местами и идет дальше. Все, порядок? Нет. То есть, одного сортирующего прохода 100% недостаточно. Что же он мог предпринять? В тот момент, когда он первый раз обнаружил непорядок, ну, это было в самом начале, поэтому я до того не буду возвращаться, да, вот с момента, когда он вот здесь их переставил местами, можно было сказать, подожди, подожди, так, это было 5, это 3, да, откуда я знаю, что у меня нигде не закрался непорядок. Что я сейчас вот не создал непорядок здесь. Ну, что у меня здесь все точно в порядке. Чтобы убедиться, что все будет в порядке, мне надо снова начать сначала проверять упорядоченность, что ничего не возникло. Понимаете? Можно сказать так, что этот вожатый, когда встречает непорядок, непорядок, а ну, поменялись местами, он забывает, пока орал, забывает, где же он проверял. И снова приходится начинать сначала. Он-то он и дурак. И идет снова, сравнивает порядок, непорядок, и когда он находит первый непорядок, он делает своп и возвращается в начало списка, что в чем класс? Класс на то, что когда он дойдет до самого конца, сам факт того, что он дошел до конца, значит, что сзади все точно уже упорядочено. Понятно? То есть он находит первую слева неправильное состояние, исправляет его и еще раз ищет первое слева неправильную, как называется, упорядоченность. Логично, да? Понятно логика? Тем самым, в конце концов, он переставит вот этих, но не закончит, хотя он тут вроде возле самого конца списка, но он на этом не закончит, он еще раз пойдет. Сначала он найдет первое нестроение, переставит вот так, и вроде бы все окей. Да слушайте, по сравнению с сортировкой обезьяны, сортировка дурака, дурак лучше, чем обезьяна, дураков ценить надо. То у нас был N факториала, то это N в кубе, да, все норм. Более того, если массив уже упорядочен, то дурак окажется вполне себе молодец, потому что он идет и говорит, порядок, 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 и говорит, все в порядке. Все. N операций, то есть асимптотика сортировки дурака, хотя она идет по N в кубе, но наилучший случай у нее не такой плохой. Правда, в него нельзя верить. Нельзя полагаться, что массив уже упорядочен, да. Всегда нужно смотреть по наихудшему, а наихудший, к сожалению, растет вот так вот. Есть ли какие-то апгрейды? Вариант номер один, бабл сорт. Сортировка метода пузырька. Идея очень простая, да, как показать, что это плохая, самый плохой случай. Упорядочить все ровно наоборот. В этом случае, если перебирать все ровно, поставить все ровно наоборот, ну или вот сейчас сказать, а сейчас я хочу по убыванию всех построить, то он начнет переставлять, давайте сейчас построим по убыванию. А как это? Два, один, переставили. Слушайте, я не буду человечков рисовать, я только с числами теперь. Только с числами. Раз, и у меня, собственно, пошла перестановка. Дальше говорю, здесь все в порядке, здесь не в порядке. Снова начинаю сначала, здесь не в порядке. Снова начинаю, сейчас секундочку, как там, три, два, да? Снова начинаю проверять. Так, снова начинаю проверять сначала, всегда, поэтому снова проверю. В порядке, в порядке, не в порядке. Переставили. Начинаю сначала. В порядке, не в порядке. Переставили. Раз я переставил, начинаю заново. Здесь непорядок. Переставили. 4, 3. Как видите, для того, чтобы у меня по сути дополнительное число, четверка переползла сюда, мне пришлось... Сейчас с пятеркой будет еще понятней. Чтобы эту одну пятерку поставить на первое место, мне понадобится сейчас гонять многократно. Порядок, 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 непорядок. Чтобы она сделала еще шаг. Это пятерка. Сюда. У меня снова. Порядок, порядок, непорядок. То есть я каждый раз начинаю сначала. Порядок, непорядок. Непорядок. Ну и после этого последний проход. Порядок, 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 порядок. Все окей. Да. Обратная отсортированность. Противоположный порядок. Сортируем по возрастанию, а изначально состоянию по убыванию. Здесь еще берем в учет то, что сравниваем два и то, как операция. Да. Как же сравнение. Это по сути вычитание из одного другой и дальше проверка знака. Так что, да. Ладно, давайте дальше. Бабл сорт. Сортировка методом пузырька. Она отличается от сортировки дурака с одной стороны незначительно. Идея такая же. Давайте идти сортирующим проходом, но не останавливаться, а продолжать. Вот мы поменяли местами, продолжаем перестановки. Да, то есть он, как это, я же не дурак, что я. Вот я схватился за, вот я сейчас схватился за кого-то, кто, например, по возрастанию сейчас строил, кто выше. Я его буду дальше вести, пока не встречу того очередного, кто выше. То есть если порядок, то я не трогаю, я говорю, о, этот чел выше. Двигаемся дальше. В результате самый высокий чел обязательно за один сортирующий проход дойдет до конца. Понятно? Вот. Он всплывает, как пузырек. Давайте 5, 4, 3, 2, 1, но я буду сейчас по возрастанию сортировать. Моя задача сортировать по возрастанию. Я говорю, так, здесь, что? Непорядок. Знаете что? Наверное, я все-таки немножко послучайнее, иначе будет скучно. 3, 5, 2, 4, 1. Трудно. Нет. Давайте мы сделаем очень короткий перерыв, без того, чтобы вы куда-то ушли. Время убежит. А у меня все-таки, поймите, я сейчас вас вот напихиваю, а потом вы пойдете релаксировать. Сделаем перерывчик, когда я буду переходить на компьютер. Мне надо еще 2 будет сейчас набросать коротенько. Коротенько. А? Очень плохо. Что поделать? Я еще попробовать хотел. Короче, я говорю, 3, 5. Здесь порядок. 5, 2. Непорядок. Значит, меняем местами. 3, 2, 5, 4, 1. Это новое состояние. Непорядок. Меняем местами. Он как пузырь всплывает дальше. Значит, 3, 2, 4, 5, 1. Непорядок. И он всплывает дальше. 3, 2, 4, 1, 5. В результате пятерка как пузырик всплыла наверх. Все? Понятно, да? На самом деле, в этот уже отсортированный хвост можно и не ходить. Но ничего страшного. Если я туда зайду, это ничего проблем больших не принесет. 3, 2. Я продолжаю дальше. Ой-ой-ой. У меня, видите, непорядок. Исправляем. Но это не означает, что я должен остановиться. Я говорю, дальше иду. Порядок. Порядок. 4, 1. Порядок. Нет, непорядок. Всплываем. Да? 2, 3, 1, 4, 5. Я могу, еще раз говорю, проверить. Порядок. Тем самым, четверка как бы как следующий пузырек всплыла туда кверху. Мне остается еще сделать вот здесь вот. Например, здесь порядок, здесь непорядок. Да? 2, 1, 3. То есть тройка у меня всплыла. Да? Ну, а эти у меня находятся по сути уже в хвосте, который и так упорядочен. А тройка к этому хвосту, соответственно, как бы прицепляется как новый упорядоченный элемент, который туда встал. Дополнительно. И последний прогон здесь. Да? Двоечка всплыла. Единичка автоматически встала в свою позицию. Ее уже сортировать саму в себе не надо. Массив из одного элемента упорядочен всегда. Понятно? Вопрос, сколько операций надо? Наихудший случай, точно такой же, как и у сортировки дурака. Это противоположное положение. И идет N квадрат. Наилучший случай. Тут есть школьная реализация. Школьная реализация, она слепая. Мы в ней все равно делаем N-1 проход, не глядя, отсортирован массив или не отсортирован. Мне она не нравится. Мне нравится, когда там есть нормальный флажок, когда он до некоторой степени является похожей на сортировку дурака, и тогда наилучший случай линейный. Мы просто прошли, проверили, что все отсортировано и ок. Прикольно то, что у сортировки пузырьком есть случай, когда у меня не N, а 2N за два прохода. При этом массив не был упорядочен. Он был в так называемом почти порядочном состоянии. То есть у меня условно 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. То есть вот раз, два, три. Там еще кое-какие циклические переставловки допускаются, где один элемент должен всплыть в конец своего. Называется такой класс состояния массива почти упорядоченные массивы. И они вообще-то в жизни не так редко встречаются. Не так редко встречаются. И на маленьких размерах сортировка пузырьком является одной из самых оптимальных по количеству действий. Она не требует рекурсий, вызова функций, стеков. Она очень экономная на маленьких размерах. То есть условно 3, 5 элементов. Понимаете? Да там она еще не... Квадрат, он не сразу стартует ввысь, понимаете? Поэтому она неплоха. Значит, следующая сейчас сортировка, я, пожалуй, наверное, постараюсь совсем быстро туда перейти. Это сортировка Choice Sort. Давайте вернемся к ситуации, когда у меня стоят пионеры. 2, давайте кого-нибудь сюда повыше поставим. 2, 4, 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. Итак, мой вожатый любит однозначность. Он любит, уж если я что решил, то решил. И он дальнозоркий. Если в предыдущих ситуациях я сравнивал два соседних элемента, то тут я могу издалека сравнивать их рост. Я говорю, так, я сюда, вот в эту позицию, хочу поставить самого, ну давайте, низкого. Тогда тот, кто сейчас, ты временно считаешься самым низким. Я пошел. Так, ты выше, ты не годишься. О, ты подходящий, чтобы занять это место. Меняемся. Ты идешь на его место, а ты сюда идешь. Дальний обмен. Дальний обмен. Двигаемся вперед. А вдруг есть кто-то еще меньше. А ты меньше? Нет. А ты меньше? Нет. Получается, чтобы убедиться в том, чтобы убедиться в том, что тот, кто здесь самый маленький, и он точно, окончательно занял свою позицию, мне надо было пройти всех. Ну естественно. По сути, это поиск минимума. А временным минимумом является позиция, ну вот эту, назову ее позу. Массива, Владимир. Соответственно, дальше. У меня эта часть массива уже отсортированная. То есть у меня там все точно окончательно. И мне дальше нужно только сюда поставить следующего минимального среди оставшихся. Я говорю, так, ты временный минимальный среди оставшихся, как инициализация минимума, только она уже произведена, мне не нужно это делать. Дальше говорю, вдруг ты меньше? О, да, ты меньше, встань сюда. Но я не могу сразу быть уверенным, что это окончательно, поэтому, поэтому, что я делаю? Дальше говорю, а ты меньше? Нет, а ты меньше? Нет. То есть я проверил все остальные. В результате 100% самый маленький из оставшихся встал сюда. У меня сместился, как это говорится, инвариант цикла вырос на единичку. У меня та часть массива, для которой уже точно упорядочено, причем еще и окончательно, она вот тут. Я туда больше не заглядываю в данном случае. Дальше говорю, так, ты временный минимум среди оставшихся, да? Вдруг ты меньше? Нет. Вдруг ты меньше? Да. Понятна логика? Надо сказать, что сортировка вот эта choice-sort, сортировка выбором, да, выбором минимума или максимума, если по убыванию, она, к сожалению, одна из вот этих универсальных квадратичных неустойчивая. Что значит устойчивость? Это значит, что равные друг другу элементы не окажутся перепутанными относительно своего исходного порядка. Вы скажете, подождите, но они же равны друг другу, это просто одно и то же. Не всегда так. Например, я сортирую комплексные числа, а нормой комплексных чисел является, допустим, Декартово вот это расстояние от нуля. То есть у меня есть разные равные друг другу комплексные числа. Эта ситуация вообще-то нормальная в математике, не знаю, там как вот есть квадрат или прямоугольник, вот эти два треугольника, это разные треугольники, разные, но по форме они равны друг другу. Ванечка, а? Стоп. Понимаете, да? Есть такие ситуации. То есть не всегда у нас равенство с точки зрения упорядочения, да, означает, что элементы обязательно абсолютно одинаковые, неотличимые. Я сортирую список людей в Excel, у меня там есть возраст и его FIO, да? Я не должен сортировать возраста отдельно, я их сортирую вместе с FIO. Вопрос, нормальная ли ситуация, если у меня два человека, которые были в одном порядке, в исходном, да, после этой сортировки они перемешались каким-то странным образом. Нормальная или нет? Ну вы скажете, вообще-то в Excel так не делает, да, Excel как-то он сохраняет там, где возраста одинаковый, порядок остается исходным. Это дает возможность как-то вначале отсортировать фамилии по алфавиту, например, по словарному порядку, после этого взять и отсортировать по возрастам, и в рамках одинаковых возрастов будет сохраняться алфавитный порядок, правда? Это логично. Это называется устойчивость сортировок. Так, choice, sort понятно, да, принципиально. И последнее, это сортировка вставкой. Insert, sort. Я мог бы сказать, знаете, есть еще сортировки, Gnome, Shell и так далее, которые тоже квадратичные, лишние, нам уже лишние. Нам сейчас принципиально посмотреть, а какие есть подходы к поиску вот этой перестановки. И при этом они универсальны. Сортировка вставкой. Сортировка вставкой. Значит, я буду сейчас, давайте опять же ту же ситуацию, те же там же, пионеры. Так, это у меня, давайте, пионер будет 3, 2, 3, 2, 5, 1, 4. Итак, что я буду, какой инвариант и какая логика здесь? Инвариантом называется некоторое условие, которое в цикле остается всегда истинным. Логическое условие, которое всегда правда. Причем, начиная от момента, когда цикл еще не начался, до момента, когда цикл закончился. В данном случае, инвариантом будет такая ситуация. Я буду говорить, список, который находится вот здесь, уже упорядочен. Скажут, подождите, что есть сорт, то же самое. Только там я как, я не мог сказать, что ни один упорядочен. Там логика была, что он окончательно упорядочен. То есть, там самое минимальное среди всех, кто есть. А я говорю, нет, список упорядочен сам в себе. То есть, здесь элементы идут по возрастанию. Я хочу увеличить вот этот индекс позиции на единичку. В цикле будет этот позу увеличиваться на единичку. И тем самым я говорю, я хочу вставить это число новое в уже упорядоченный массив. На то она и сортировка-вставка. Я вставляю число в уже упорядоченный массив. Как я это сделаю? Я говорю, окей, ну мне проще с конца. И я говорю, давайте я буду делать по сути сорфирующий проход, как баблсорт. Только справа налево. На самом деле он не сильно будет отличаться от фуллсорта. Почему? Потому что там точно одна перестановка. Нет, перестановка будет, а нет, 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 с фулл будет отличаться. Баблсортовский проход только справа налево и с вот этого места влево. Ванечка. Короче, я говорю, а ты, как сказать, тот, кто слева больше меня, пока тот, кто слева выше, чем ты, двигайся налево. Правда, есть такая тонкость. А что, если слева никого выше нет уже? А если слева нет никого, кто выше, слева вообще никого нет? Я могу выйти в ошибку. Или сравниться, например, с единичкой, и у меня произойдет полный бред, у меня произойдет переброска в минус первый элемент, но в рапа раунд нам сейчас не нужен. Короче, считай, что нельзя в минус один. Как быть? Значит, нужно проверить так условия. Пока тот, пока я не являюсь самым левым, ну или там ай больше, сейчас, 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 пока ай больше нуля, короче говоря, да, пока я не самый левый. И при этом тот, кто слева, ай минус один выше меня, до тех пор я буду меняться с ним местами. Аитый, и а, и плюс первый, и минус первый, прошу прощения, нужно поменять местами. Простите, я уже вставил сюда кусок кода, время просто страшным образом кончается, надо прогать. Осталось только вот этот вот проход, вот этот проход, да, проходить по, начиная с очередной позиции, то есть включить сюда второе число в позиции 1, третье число в позиции 2 и до последнего. Когда я в последнее число включу в уже отсортированный массив, то получится, что моя отсортированность, она увеличилась на 1, пятерку вставляем туда, слева и так меньше меня, то есть я уже закончил, у меня сейчас и так уже отсортированность. Итак, снова сдвинулась, дальше этого вставляем, меняем, 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 в конце концов он приползает в начало. Ну, я прошу прощения, я сейчас ускорюсь, да, дальше снова у меня расширилась еще моя отсортированность, да, уже на 4 элемента. Дальше раз, да, вставляю сюда, поменяли, проверяю, что тот, кто слева уже не выше меня, так что дальнейшее движение налево не нужно. Мне очень нравится сортировка вставка, и в реализации она достаточно коротко пишется, она устойчивая, и она при этом фактически, как и сортировка пузырьком, довольно маленькое количество операций реально требует. Есть одна тонкость, есть одна тонкость, она иногда бывает полезна фактически, фактически. Дело в том, что в ней очередные числа могут появляться не сразу. Представьте себе, что я как бы из потока эти числа беру, а у меня уже все в порядок. Кто смотрел «Гришковец, как я съел собак»? Никто не смотрел? Слушайте, поколение другое совершенно. Мы в свое время, я помню, я был студентом, а он только вышел, этот спектакль, Евгений Гришковец, театр одного актера, он один на сцене, там, и всякие прикольные, романтичные какие-то вещи. Как я съел собаку, как он служил на дальневосточном флоте. Во, есть один человек в этой аудитории. Так, Вань. Так, тихо, тихо, тихо. Короче. Тш-ш-ш. Don't cry, don't cry, don't cry. А есть корабли, на которых снег убирают прямо в процессе. Вот снег идет, убираем, снег идет, убираем. Когда снег кончается, ну, просто перестаем убирать. Вот сортировка типа бабл сорт или квадратичная, она какая? Вот в начале, что называется, пусть все пионеры в начале придут, потом я их буду строить. А представьте, смешиваете пионеры, что называется, из столовой, там, как это, опаздывают и прибегают по одному. А вот insert-sort, он не ждет сортировки, он говорит, так, придет очередной пионер, а у меня полный порядок, я его просто вставлю в уже упорядоченный массив. Понятна логика, да? Хух, значит, я буду писать в одном файле все сортировки сейчас, sortings. Ах ты, елки, слава богу, быстро вышли. Значит, первое, что я сейчас сделаю, это проверку отсортированности. Is a sending. Значит, он будет брать список и по нему проверять, упорядочены ли они. Каким образом? Я буду сейчас, я заведу флажок, который я, собственно, из ок назову. Я буду первоначально считать, что все в порядке. А дальше я начинаю бежать по списку. Начиная от нуля до n минус одного и буду сравнивать элементы. А именно, а и ты. Сейчас, секундочку, я. Нет, я быстро не выключу. Значит, если а и ты меньше, чем а, либо равен. Не, не, не. Если а и ты меньше, либо равен, чем а и плюс первый, то все ок. Вы пока не конспектируйте. Это же я буду делать, это же код я могу редактировать легче, чем на доске. Все равно буду сейчас подправлять. Ну, короче, это означает, что все ок. Ничего делать не надо. Ну, в смысле, все в порядке, по-прежнему true. То, собственно, ничего делать не надо. Ага, все, я понял, что мне мешает. Все, так лучше. Так, и, а вот если как раз непорядок, вот в этом случае я должен сказать, ой-ой-ой-ой-ой, из ок это false. Да, сбросить флажок. Здесь есть какие варианты. Я могу на самом деле взять сразу отрицание этого условия, и тогда мне останется только, по сути, сброс флажка. То есть отслеживать ситуацию непорядка, да, то есть как раз, когда непорядок. Понятно? Все. Давайте проверим, что наша функция работает. Значит, print, соответственно, какой-нибудь массив a, сейчас мы чпокнем сюда. Значит, a равно shuffle, соответственно, а, нет, там неправильно. Shuffle a, shuffle как функция. А shuffle я должен позвать, естественно, из библиотеки, точнее, from random. А я сейчас все оттуда возьму. Ах ты ж елки-палки, прошу прощения. А угадать тоже нельзя. А будет лист range 10, и я его shuffle, соответственно, как-то перетасую. Итак, я печатаю a. Слушайте, а если я так буду делать, то он никогда не окажется отстратированным, слишком редко попадаются отстратированные массивы. Так, range 1,5. Значит, и я буду это делать сколько-то раз. На самом деле 10 может и не хватить. Давайте так раз 20. Раз 20 я буду сейчас генерировать массив, перемешивать его, дальше распечатывать. Можно было его один раз на самом деле сгенерировать, а потом перемешивать. Все окей. Печатаю a, и что я дальше делаю? a, и, собственно, печатаю проверку свою из ascending a. Все? Я считаю, что все. Запускаемся. Python sorting spy. Что? n not defined. Где n использовал? А, я здесь написал n-1, подразумевая под n длину массива. Ну, давайте я лучше сделаю так. n равно ln a. Ну, потому что мне комфортнее, когда я пишу текст, как бы по школьному, по старинку, писать n. Понятно, что туда правильнее вставить ln a сразу туда. Хотя не знаю. Так, ладно. Возвращаемся к запуску. Что я вижу? Что он выдает n, 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 n. Почему он выдает n всегда? Потому что я, дурачина простофили, ничего не вернул из функции. Ха-ха. Return is ok. Флажок посчитал, посчитал, да не вернул. А? Так. Замечательно. Возвращаемся к сортировке. Ура! Он поймал отсортированный true. У все остальные выдает false. Наша функция хороша. Я ее, по сути же, протестировал. И теперь я при помощи этой функции смогу двигаться дальше. Единственное, что... Нет, не единственное, что поехали. Значит, пишем следующую функцию. Назоваю ее... Какую? Давайте fullSort, который превратится в bubbleSort. Я только их сейчас успею, видимо, реализовать. FullSort a. Сортировка будет in place. То есть сам a будет меняться, естественно, после этой сортировки. Значит, что я буду делать? Я бегу, начиная от начала, говорю, пока a меньше, чем длина a, ну или n. Пока я не добежал до конца. А? Прошу прощения. Минус 1. Естественно, потому что я буду сравнивать со следующим. Поэтому мне надо, чтобы следующий, в принципе, это был. Что я буду делать? Если у меня a и ты больше, чем a и минус 1, то есть непорядок. Если непорядок, то что я должен делать? Менять их местами. Ой, почему минус 1? Плюс 1, я прошу прощения. Я справа от него смотрю. Я же от нуля начинаю. Все правильно. Меняем их местами. Угу. Сейчас, одну секундочку. По-моему, так. Но, как вы помните, дурак, отпраздновав или покричав, что называется, забывает, где он был. И перемещается на начало, чтобы убедиться. Когда я закончу все, статировка закончена. Смотрите, как просто пишется. Один цикл while. Некоторые люди говорят, асимптотика – это, по сути, количество вложенных циклов. Угу. Один цикл while. У нас что, линейная должна быть асимптотика? Вот нет. Это не напрямую зависит от количества вложенных циклов. У дурака будет два вложенных цикла, а асимптотика будет квадратичная, тем не менее. Так. Перед тем, как мы что-то увидим, надо ее воспользовать, эту сортировку. Итак. Мне как-то надо вот это тестирование отменить. Я сделаю этот тест ascending. Тест ascending. Значит, а сейчас напишу тест fullsort. Ну, или давайте тест sort назову. Значит, я буду генерировать массив. Он будет немножко похожий. Только единственное, что я буду один раз это теперь делать. Я буду делать массив перемешанный, распечатывать его. После чего я буду его сортировать, да, fullsort, а, и печатать снова. Print a. Вот и все. Я, а, да, ну на самом деле я могу вернуться к этой ситуации и напечатать, и проверку является ли он сортированным. Я же ее написал. Теперь. Да. Все понятно? Все понятно. У меня две минуты, я успею. Итак, fullsort есть, test sort есть. Но теперь посмотрите, сама функция test sort не запускается. Я сами мои тестирующие функции вытащил отдельно, но они никак нигде не запускаются. Ну, я, пожалуй, вот здесь внизу сделаю запуск, запуск тест сорта, да, чтобы он в это выполнился, да, правильно? Все окей, можно, пожалуй, так, выходить не будем. Я просто запускаю его. Чего так долго? Что не так? Кажется, мы зациклились. Да? Кажется, мы зациклились, что-то не так. А, ну, конечно, дурак стоит на месте у меня. Я забыл важную вещь. Дело в том, что если все было норм, он должен идти дальше, а он стоит на первом месте и проверяет. Все. Видите, я не зря тестирование пишу. Да? Не зря тестирую сам себя. Да, алгоритм нуждается в тестировании. А вот. Так, ну что же, запускаемся. О, смотрите-ка, оттестировался. Да, отсортировал. Негодник. Давайте-ка мы сделаем другой масштаб. Не 5, а, например, сколько? 25. 35 может многовато, на экран не будет помещаться. А? Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Какой молодец дурак. Слушайте, разрешите мне чуть-чуть задержимся на одну минутку. Две. Я сделаю из сортировки дурака сортировку пузырька. Да, будет у нас бабл сорт. Так, поехали. Я беру это все. Вот так вот. Вставляю. Так, D вторая не нужна. Называю это бабл сорт. Идея в том, что мой сортирующий проход не должен прерываться. Я все равно двигаюсь вперед. По-любому двигаюсь вперед. Видите, да, по-любому. Но есть один маленький момент. Я должен запоминать, была перестановка или нет. То есть я как бы себе из эсцендинг, только сделаю из эск, назову это. Сделаю, говорю, не-не-не, у меня был непорядок. При этом я на самом деле ведь и изначально говорю, мой массив не упорядочен. Но как вы помните, фишка в том, что этот сортирующий проход один не отсортирует мой массив. Если я сейчас запущу вместо фулл сорт запущу бабл сорт, то он у меня не отсортирует. Что-то, конечно, произошло. 24, самое большое число, добежало до конца. Пузырь всплыл. Но мне этих сортирующих проходов надо много. До каких пор я буду их делать? А до тех пор я буду их делать? Так, сейчас, одну секундочку. Значит, тадам. До тех пор я их буду делать? Эй. Ага, вот так вот. Пока не отсортируется. Пока not is ascending. Только теперь это флажок в переменной логической, о которой я управляю. True, false. Но, когда я начинаю сортирующий проход, то перед самим сортирующим проходом я должен предположить отсортированность, как это было при проверке сортировки. Я предполагал, что он отсортирован, а встретив непорядок я говорил false. Да, собственно, я теперь возвращаю логику флажка перед самим проходом, но уже внутри цикла. Я говорю, ну давайте предположим, что true при первом же непорядке, я скажу, ребят, не на этот раз. Тем самым у меня в сам bubble sort встроена проверка из ascending, по сути. Да, то есть в какой-то момент у меня true останется до самого конца, в этот-то момент я и выскочу из цикла. За счет этого bubble sort становится интеллектуальным, а не такой, как в школе, когда двумя циклами фор его пишут. Запускаемся. Дорогой, а, я не то запустил. Ла-ла-ла, пожалуйста. Исследования асимптотики и подсчет количества действия делать не буду. Факт в том, что оно работает. Давайте еще раз рядом full sort и bubble sort, так, что называется, глазами сделайте скриншот. Я надеюсь, что логика понятна, все остальные сортировки я сегодня реализовывать не буду, текст я вам потом скину. На этом все, спасибо вам большое. Спасибо.